Привет, я Анжелика Потапова, блогер и бьюти-видеограф. В этом видео хочу рассказать вам о пяти гаджетах, которые пригодятся мастеру маникюра для съемок контента. Итак, поехали! Первое — это фотофон. Безусловно, красивый фон важен для каждой фотографии и видео, особенно если вы хотите, чтобы ваши работы привлекали клиентов. Самый доступный вариант — лист ватмана или цветного картона, который можно найти в художественном или канцелярском магазине. Мне нравится использовать фотофон от Eclipse, потому что его, в отличие от многих других, можно протирать обезжиривателем, и при этом его внешний вид не портится. Примерная стоимость такого фона — 200 рублей за формат А4 и 400 рублей за формат А3. Представим рабочую ситуацию. Вы записываете мастер-класс и нечаянно капнули гель-лаком на фон. Что же делать? Берем салфетку, смоченную с обезжиривателем, и просто протираем. Как видите, на нашем фоне не остается и следа. Такой фон прослужит вам очень долгое время, в отличие от бумажных. Бумажные фоны смотрятся красиво в кадре, не бликуют, но единственный их недостаток в том, что они быстро пачкаются. Клиент может положить руки с кремом на него, и сразу же остаются отпечатки, либо же выкапнули гель-лаком. То есть посмотрите, какой внешний вид буквально после одной съемки. Чтобы удачно сфотографировать работу, мы кладем фон на ровную поверхность и располагаем на нем предметы или выкладываем типсы. Я люблю фотографировать чуть-чуть над фоном, чтобы он немножко размывался. Второй девайс — это свет, важная часть удачного фото или видео. Для создания объема в кадре я не рекомендую потолочный свет. Необходимо несколько дополнительных источников. Я использую настольную и кольцевую лампу. Световые RGB-палки CERU и T60 стоимостью от 9 до 14 тысяч рублей. Они делают кадр более четким и ярким. А еще вы можете создавать креативное цветное освещение. Например, подсветить фон за объектом. Или использовать интересные режимы. Например, как горит пламя. Или мигает сирена. Есть более бюджетные аналоги таких палок в районе от полутора до трех тысяч рублей. Но я бы их не рекомендовала, потому что у них меньше световой поток и ниже качество. Следующий гаджет — это селфи-палка или штатив. Незаменимые вещи, если вы ведете прямые эфиры или записываете видео. Самое главное — картинка не должна трястись. Очень часто на мероприятиях я вижу, что люди снимают с рук. Это неудобно и руки быстро устают. Я рекомендую использовать бюджетную селфи-палку. Она поможет сделать красивые кадры. А еще для съемки мастер-классов отлично подойдет напольный штатив, как микрофонная стойка с креплением для телефона. Стоит он около полутора тысяч рублей. Я снимаю на телефон и использую для работы стабилизатор DJI OM4. Он очень компактный, позволяет сделать плавные проводки, как по рельсам. Кроме того, в нем есть своя программа с различными режимами съемки. Например, слежение за объектом, режим вращения, гиперлапс, таймлапс и другие. Следующий девайс – это вращающаяся подставка. Это незаменимый аксессуар для предметной съемки и демонстрации в кадре небольших предметов, например, гелей и гель-лаков. Подставки бывают разных диаметров и цветов. Они вращаются в обе стороны и показывают товар со всех сторон, что важно для обзоров. На монтаже можно ускорить их вращение для динамики в кадре. Стоят они от 700 до 6000 рублей. И последний девайс – это макролинза. Я пользуюсь линзой от компании Foblank. Она делает увеличение в 15 и 30 раз. Мастер-классы я обычно снимаю с одной линзой, которая увеличивает в 15 раз. А чтобы рассмотреть кутикулу и блески в гель-лаке, я надеваю вторую линзу и получаю увеличение в 30 раз. Стоит она 1990 рублей. Для того, чтобы сделать фото и видео на макролинзу, мы устанавливаем ее на нижнюю камеру айфона. Вот таким образом. И выставляем режим камеры на единичку. Все, можно снимать. В этом видео я показала гаджеты, которые помогут мастеру в процессе съемок. Подписывайтесь на ProButySpace и на меня, и получите еще больше полезных советов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...